Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На часах 12.06 продолжается программа «Мужской понедельник», но она так вот называется, хотя, по сути, у нас сейчас в гостях представительницы прекрасной половины. Сейчас их представим, конечно, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Это ведущие, а не представительницы прекрасной половины. Да. Сегодня, как мы говорили в первом часе, напоминали о том, что Всемирный день окружающей среды празднуется, в России, День эколога. И вот с этим праздником мы и поздравляем наших гостей. Анастасия Скурихина, руководитель Фонда развития территории и земля жизни. Добрый день. Добрый. Да, и координатор проектов по озеленению данного фонда Светлана Киакина. Добрый день. Здравствуйте. Ну, вы сегодня в хорошем, по-моему, настроении таком. Конечно. Находитесь. Праздник. Все-таки наш праздник. Праздник, да. Но мы уже сейчас как раз рисовали проект новый по озеленению общественного пространства, поэтому вот праздник начался. Вообще экологов, насколько мы знаем, в городе ведь не много таких общественников, да, их можно по пальцам пересчитать. Ну да. Вообще это достаточно или недостаточно для такого города полумиллионного, как наш? Это крайне недостаточно. Крайне недостаточно. То есть один процент должен быть от населения активным в какой-то области, и тогда будут реальные изменения в обществе. У нас, к сожалению... То есть процент от полумиллиона, где порядка 500 должно быть, да, таких вот? Ну да. 500 активных экологов. Да, активных, которые прямо... Тогда в экологии что-то будет меняться, да? Да. Это есть профессиональные экологи, которые учатся на экологов. Их-то ведь, наверное, у нас вузы выпускают. Вы их видите, когда они покидают стены вузов? К сожалению, на наших акциях мы их редко видим. Мы на акциях-то видим тех людей, которые активны. И вот их, мне кажется, все больше и больше становится. И здесь, наверное, уже каждый сам себе эколог... Нет, ну тут тоже активность разная бывает, скажем, что у меня во дворе проводят акцию, я в ней поучаствую, там деревца посажу, да? Но ведь кто-то же должен организовать ее. Вот, мне кажется, кого не хватает. Вот таких организаторов. Настоящих буйных мало, вот скажем так. Да, буйных должно быть как раз вот один процент. А где, собственно, та почва, где та среда, где зреют экологи, откуда они должны подниматься? Должны ли люди это быть со специальным образованием? Или просто вот в душе, вот я хочу озеленять, облагораживать? Да, образование здесь совершенно никакой роли не играет. Это должно быть именно боль внутренняя. То есть вот я вижу что-то, что мне не нравится, и я готова делать что-то, чтобы изменить. Ну, этот год и это лето у нас известно уже, да, такой волна озеленения идет, да? У нас год экологии, да? Год экологии. У нас все не только день экологии. Сегодня, да. День экологии в годе экологии. Сегодня просто двойной праздник. Давайте чистить город. Ну так, давайте поговорим, да, о ваших проектах, в том числе по озеленению, что происходит, что уже сделано. Ну, у нас вообще в фонде, условно говоря, три проекта очень крупных, которые сейчас идут. Это первая — социальный капитомник, где мы выращиваем растения для социальных, общественных нужд озеленения, раздаем людям, там, разные общественные организации. Бесплатно раздаются. Да, конечно, вот. И все это выращивается на, собственно, общественные деньги, общественные какие-то ресурсы. Второй очень большой проект — «Вятка без мусора», где мы занимаемся отходами и экопросвещением среди населения по поводу раздельного сбора отходов. И третий — это вот «Вятский сад», где мы обучаем людей городскому озеленению пространства, так скажем, городской садовник есть курс. И здесь именно с точки зрения именно пермакультуры и экологического земледелия мы обучаем людей, как правильно сажать те видовые растения, которые приживутся и будут прекрасно себя чувствовать в городской черте. Сколько вообще у вас подопечных, которых вы обучаете? — Сейчас на курсе «Городской садовник» у нас было первое занятие, было 8 человек. — То есть это новая программа такая еще, да? — Это новая, она вот сейчас, как посадки начались, и курс начался, соответственно. Вот, 8 человек, которые идут, но через интернет их на самом деле больше. Там, то есть в группе уже более 150 человек, вот, и они так дистанционно обучаются. — То есть там не только очная форма, да? — А, не только очная форма, то есть можно и через YouTube нам выкладываем материалы. Вот, поэтому все желающие могут просто посмотреть «Городской садовник» через YouTube, и там уже регулярно появляются материалы. — Просто у меня еще такой вопрос возникнуть, как бы, вот именно слово «садовник-то», оно почему взялось? Вроде бы сады-то вот в городской черте, наверное, не стоит. — Не стоит непорректно, да? — Да. — С нашей-то экологией. — По порядку. То есть садовник — это человек, который не только высадил, но еще и поддерживает, ухаживает за местом. — То есть это слово «посадка садовника» или от слова «сад» все-таки? — Вот, это человек, который возделывает и поддерживает. Вот, и хотелось бы сделать из города-то сад, потому что у нас есть дворовая территория, у нас есть пустыри, у нас есть парковая зона неухоженная, и у нас есть возможность вырастить и плодовые деревья, и, ну, то есть поухаживать, чтобы птиц… — Вырастить-то вырастить можно, но есть потом лучше не рекомендуется. — На эту тему вообще очень много, вот как раз все спрашивают, можно, не можно. Мы не для этого, на самом деле, высаживаем растения плодовые, а для птиц и насекомых, потому что им нужно питание, и здесь, чтобы в городе было больше цветов, нужно больше насекомых. Больше насекомых, больше птиц. Ну, в общем, такой круговорот завязывается. — То есть считаете, что птиц пока у нас мало еще, да? — Мало, мало. — То есть я не знаю, вот у меня те люди, которые автолюбители, которые вот после этих налетов стаи, они же так полосами налетают, особенно зимой тогда кормятся, и которые соскребают сверху, они по цветам уже различают. Вот это у нас прилетала стайка соек, вот это прилетала стайка тресогузок, да? — А, да, а давайте я вас спрашиваю, а какие птицы вот вы знаете, вы? — Ну, я как городской житель знаю тех, кто у нас обычно промышляет, то есть это воробьи, голуби, чайки, вот у нас, которые по утрам меня будят, да? — Галки, скворцы, синицы, сороки, синички, снегири, конечно, ну как они все здесь, зиму, тресогузки постоянно у нас здесь. — Вот, и в общем, птиц-то на самом деле намного больше, если посмотреть, они стали жить, вот этих птиц, чем больше, тем чем разнообразнее, тем лучше будет. Здесь, опять же, вот это, вымерли насекомые, часть из-за там выхлопных газов, то, что нет кормовой базы, цветов нет, у нас постоянно выкашиваются все газоны, соответственно, насекомые вымирают прямо видами. В Москве за последний год там 30 вымерло, просто вот видов нет, соответственно, пошли и птицы. — Кормовой базы нет? — Кормовой базы нет, соответственно, и все, и город, какие звуки в городе в основном? — Ну сейчас весна, слава богу, пока голоса птицы поют. — Вот, у меня на участке соловей появился, но это вот последний, да, год. — Соловей у меня не пропадает уже который год. — Чудесно, потом расскажете, где вы живете. — Хорошо, кстати, в центре города. — Делаем вывод небольшой, то есть, разделеняя город, мы, собственно, не о себе только любимых заботимся, чтобы вот посмотреться, чтобы было гухало. — Чтобы вся эта многочисленная фауна к нам возвращалась, да, на нашу флору. — Да, потому что общество пчеловодов, если спросите, пчел нет, опылителей нет, а это основа вообще экосистемы. — Но они еще кусаются. — Вот смотрите, это, кстати, полезно для здоровья. — Они не кусаются, если они находятся в хорошем расположении духа. — А, то есть, когда им есть что-то есть. — Нет, когда им есть чем заняться. — Им есть чем заняться, им не мешают, не трогают. Вообще, в общем, если мы восстанавливаем насекомых, восстанавливаем птиц, восстанавливается почва, земля, деревья и так далее. И вот это здоровье, оно циркулирует, и, ну, чем больше цветов и ароматов, люди меньше будут болеть, то есть, соответственно, здоровье людей. И потом сменяется картинка и психологическое повышение самочувствия. — Когда зеленого цвета больше, я согласен совершенно, да, вот как-то настроение улучшается. — И тут, понимаете, и город цветущий, и люди цветущие, и все вот это такое. Хочется даже радовать. — С утра соловьи поют, да? — Да, с утра соловьи поют. Даешь такой город? — Ну, на ваш профессиональный взгляд, город-то наш запущен в этом отношении? — Люди не запущены. — Люди не запущены. — Не запущены. Очень много энтузиастов, которые... Вот мы городской садовник собрали, там, ну, пришло 8 человек, но они разошлись по своим дворам, и уже фотографии шлют. Вот мы у себя. То есть один человек вышел, начал сажать. К нему присоединились соседи. Давай тоже. Из садов приносят. И вот это очень-очень радует. — Ну, скажем так, именно общественный сектор, гражданский, они проявляют инициативу. К сожалению, скажем так, государственный аппарат, может быть, в этом отношении немножечко другую позицию занимают. И это, ну, вот, немножечко небольшая жаль. — Ну как, у них же планы ежегодно. Вот мы высадим столько-то деревьев. — А к такому-то году у нас будет столько-то цветников, столько-то там сколько миллионов цветов, я уж не помню. Там что-то объявляли? — Ну, просто, да, ну, как скажем... — Вроде работают. — Разная позиция. Но наша, например, позиция, что нужно все-таки высаживать больше многолетников и тех, которые устойчивы именно к нашей зоне. И, ну, словно говоря, не каждый год тратить кучу денег на летние цветы. — Так еще и не по разу. Они что-то цвели там все-таки высаживали. — Да, допустим, сейчас вот были заморозки, придется подсаживать однозначно те клубы, которые уже, да, вымерзли. А были бы многолетники, то есть они бы просто еще попросту не вылезли, потому что... — Они бы в свое время вышли тогда, когда положили умные цветы. — Да, конечно, да. Поэтому мы все-таки считаем, ну, вот, наша организация считает, что нужно больше многолетниками заниматься и по экологическому принципу высаживать. — А еще учесть людей, которые... — Ой, что-то вот я сейчас выкопаю, да, схожу вечерком, ночкой. — На самом деле много есть... — И все время тут проплешина появилась опять. — Да, на самом деле много есть многолетников, которые, в общем-то, распространены повсеместно, и они декоративный вид имеют, и никто на них не позарится, условно говоря, с лопатой. — Но это какие? — Да... — Колокольчики. — Колокольчики. — Лилейники бурорыжие, да, которые выглядят декоративно, но при этом... — Лилии тигровые. — Лилии тигровые-то можно сорвать, просто подарить кому-нибудь. Довольно симпатичные. — Нет, на самом деле с вандализмом тоже нужно работать. Мы хотели как раз сделать отдельную на эту тему, да, передачу. Вот, мы рассказываем об этом, да, то есть можно посмотреть на ютубе как раз антивандальные там схемы, что нужно делать. И один из моментов, то, что Настя говорит, это выбирать те растения, которые, ну, в лесу, на даче, в большом количестве у всех. Но, помимо этого, нужно там первое, второе, третье еще сделать. — Для декоративного эффекта, да. — Уже реализовано где-то, это можно посмотреть у нас в городе, да, вашими усилиями? — Да. — А, например... — Непосредственно на дворах тех людей, которые приходят к вам на занятия? — Вот сейчас не для рекламы, да. — Не для рекламы. — Есть кафе «Говиндос», и там есть летник, летняя терраса, и туда регулярно забирались мальчишки и безобразничали. Вот. И сейчас вот расскажу историю. Мы сделали муляж камеры, сделали наклейки о том, что... — Все под наблюдением? — Все под наблюдением. — Внимание ведется. — Надеюсь, что эти мальчишки это не слышат, что это муляж. — Да. Вот. Вот это тоже нужно делать. Потом еще один из моментов. Сделали ограждение у парка «Аполло». То есть сейчас делаем ограждение, чтобы было понятно, что я этим занимаюсь. Вот. На Щерсе есть такой дворик, там, когда ограждение... — То есть как бы ограждение показывает, что кто-то здесь есть хозяин? — Да. Хозяин есть. — Что это не просто так они выросли, да? — Да. Есть просто мнение, если высадил за, ну, как бы, за огород, значит, тебе не нужно, бери кто хочешь. — Ну, да. И иногда к этому и относятся... — Понятно все. Когда вышел за педел, вылез за твою дирекцию, да, значит, оно общее уже до сразу. — Да. А если есть заборчик, ограждение, то уже есть хозяин. — Ну, как раньше, полисадники у домов были. Полисадник — это мое. Все это трогать нельзя. — Есть еще одна территория, допустим, Экодворик «Синяя птица» до Ленина 15. Там просто прекрасный Наталья Шихова ведет этот проект, и мы помогали, ей вот Светлана помогала делать озеленение двора именно по экологическим принципам. — Вот. И еще один момент, который, ну, так, во всеуслышание хотелось сказать. Ну, напишите табличку, поставьте о том, что если вам нужны отростки, то я бы с удовольствием поделюсь. То есть не нужно их выкапывать и вырывать, вы мне просто позвоните, и я вам бесплатно их отдам. То есть вот это тоже очень работает. — Такие моменты, казалось бы, простые, но действенные. — Зачем я буду ходить ночью выкапывать, когда есть номер телефона, я позвонил, получил, да еще и бесплатно. — Ну да. Пауза у нас сейчас небольшая будет. Экологическая тематика у нас во втором части разворота. Скоро вернемся. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — У нас в гостях представители фонда развития территории «Земля жизни», руководитель фонда Анастасия Скурехина и координатор проектов по озеленению Светлана Кекина. Мы давайте дальше пойдем по тем проектам, которые будут реализованы в ближайшее время. Вот вы уже заговорили сейчас. — Да, один из проектов как раз, да, «Социальный капитомник», продолжение этого проекта, такое рабочее название «Сбербанк растений», о том, что мы собираемся аккумулировать посадочный материал города и области, размножить его. — Говорите прочее, что значит аккумулировать? — Хорошо. В общем, все очень просто. Очень много дачников для людей, у которых есть огороды, есть лишний посадочный материал. То есть, когда что-то делится или, допустим, освобождается территория, люди просто его выкидывают иногда. — Ну или раздают соседям, если кому нужно. — Ну да, в общем-то, вот мы как раз заявляемся на таких соседей, что если у кого-то есть излишки, то мы готовы это все принять, посадить на определенной площади земли, размножить и точно так же раздать тем, у кого его нет. — О чем конкретно идет речь? Рассода помидора, наверное, не нужна. — И тоже можно. — Тоже можно. — На самом деле, для зеленей, да, годится абсолютно все. — Вот что ж ты пока не видел, насчет, что помидорами озеленели у нас есть? — В прошлом году у кафе мы делали декоративный огород, и там были помидоры, гроздями висели, там был укроп, там были огурцы. — Но тоже ведь красиво, на самом-то не было. — Да, вообще шикарно было. Мясо, базилик. — Вышел, сел в эту грядочку и сидишь, там просто сел рядышком подышал, там ароматы базилика. — Ароматы, да. — Ну такая, да, пермакультурный лошадный дизайн получается. Да, семена, черенки, кусты, саженцы, все что угодно, отводки, там, корневища, все, будем все собирать. Вот, дальше что еще в планах? Ну вот мы не говорили про проект «Вятка без мусора», в общем-то. — Дождите, а как по этому раздавать-то будете, то есть клич где-то дадите тоже? — Да, 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 то есть по некому. — В соцсетях вы можете, да, забирать. — Вот так, ведь питомник-то у вас работает давно довольно-таки. — Да, некое заявление, да, то есть человек пишет просто… — Люди знают, что он есть, пишут заявление, что мы хотели бы там изменить. — Да, мы его рассматриваем в порядке очереди, как бы каждому раздаем точно так же и здесь. — То есть там были раньше у вас деревья, а сейчас будет вообще все что угодно. — Сейчас будет вообще все что угодно, да. — Вплоть до помидоров. — Ну да, если кто-то принесет лишнее, так мы их как бы потом пристроим. — Просто в детские садики, например, очень здорово детские огороды делать. И вот помидорки есть и туда. — Понятно, но детишки же будут так срывать и есть, пока они не смотрят еще. — А это ведь неплохо. — Ну как тебе сказать, не всегда. — Опять же про московские расскажу. Исследования проводили, сдавали овощи, которые там выросли в центре города, на экспертизу. И экспертиза показала, что они лучше, чем в питомнике выращенные. — Ух ты! — Именно по составу. — То есть вот все, что говорят, что все вредное у них накапливается, на самом деле, не совсем так? — Здесь вопрос удаленности от трассы и то, что земля насыпная. Ну, в общем, много вот этих факторов. Но я за то, чтобы, если есть вопрос, хочу съесть городское что-то, ну, можно отнести на экспертизу и проверить. — Ну, это, насколько мы знаем, вроде не слишком продолжительно. — В смысле не слишком продолжительно? — Ну, я имею в виду тесты эти. — Да нет, они быстро делают. — По-моему, они за деньги делают, нет? — Ну, и за деньги тоже. — Дешевле купить. — Так, еще один проект, о котором заговорили еще. — Да, мы говорили про проект, заговорили про «Вятку без мусора». Это, собственно, проект по раздельному сбору и по всему, что с ним связано. Сейчас он на стадии того, что мы раз в месяц проводим акции среди населения в одной точке города, и к нам просто со всего города везут. Собственно, расширение проекта… — Так, везут что, мусор? — Значит, смотрите, везут вторсырье. Давайте мусор не будем употреблять, потому что все, что там везут, это как раз то, что годно к переработке, называется вторсырье. И, соответственно, это бумага, макулатура, стекло, либо разные виды пластика. Вот, сейчас, кстати, как раз к слову о планах. Мы собираемся текстиль включать, то есть первый тестовый сбор мы сделали, потому что на свалке 23% текстиля оказывается вообще-то. — А раньше его принимали. — Да, раньше принимали. — То есть старые вещи, старые одежды, да? — Да. — Сейчас мы как раз первую акцию провели по приему текстиля. Мы официально говорим, что мы запускаем прием текстиля. Причем по принципу все, что годно к носке и все, что еще можно кому-то отдать, мы отдаем в реабилитационной центре людям или малоимущим семьям, которые в этом нуждаются. А все, что уже не годно, на переработку. То есть у нас есть текстильный комбинат, допустим, в Иваново, который закупает текстиль. Вот мы им, собственно, отправляем. — Ну, далековато в любом случае. — Ну, ближе, к сожалению, у нас ничего нет. То есть Челябинск еще тоже. — Ну, Челябинск — это батарейки. — Нет, там тоже есть текстильный комбинат, но имеется в виду переработка текстиля. Но все-таки дальше. Тут 800 километров до Иваново. — И насколько люди активно откликаются на ваши призывы привозить эти вещи? — Скажем так, из той аудитории, которая к нам обычно ездит, там несколько сотен человек, ну, процентов 10-15 привезли текстиль. Но это уже было достаточно, потому что это такая объемная история. — Несколько сот человек вы сказали, да? — К нам на акции приезжают, да, обычно несколько сотен человек. — Это как вообще выглядит? Они, не знаю, на своих автомобилях приезжают прямо из багажника? — Да, да. — То есть вы же все время в разных местах акции проводите? — Обычно у нас один... Ну, вот в последнее время дворец молодежи с нами сотрудничает, то есть мы на их площадке делаем на улице, и к нам просто, да, реально приезжают... Мы около парковки стоим. — Красноармейская. — 19. — Да, 19. Соответственно, приезжает человек, полный багажник привозит, причем заранее рассортированно по видам все, и просто складывает в определенные контейнеры, которые у нас стоят там, мобильные контейнеры. — А вы потом как-то все увозите? — А потом... — Большие автомобили? — Да, приезжает партнер, все это забирает, и все. Причем, да, это чисто общественная история, то есть мы пока на этом не зарабатываем, потому что партнер приезжает, как правило, иногда забирают вообще просто так, лишь бы вот просто забрал на переработку. Ну, мы просто знаем, что это пойдет на переработку, это самое главное, что не на свалку. — А те же самые ртутные лампы тоже привозят, нет? — Ну, у нас было сотрудничество с Купритом. Ирина Владимировна очень нас поддерживала, давала нам бесплатно контейнеры, там, благотворительность. Но вот, к сожалению, сейчас Мегаполис Ресурс приостановил прием батареек в силу там своих документальных всех историй, поэтому и, соответственно, Куприт тоже не может накапливать на своих площадях все это. — То есть пока эта ситуация непонятная. — Да, мы пока батарейки тоже не принимаем, потому что нам как бы контейнеры не предоставляют. — Ну, в этом году тут ситуация-то вроде улучшается. Официально же подписано с администрацией, да, соглашение? — Слава богу, да, вот мы тоже сотрудничали с... — Магазины, которые продают эти лампы, ставили у себя контейнеры. Недавно была информация, что в теруправлениях расставлены вот эти контейнеры. Ну, может, что-то хоть делается? — Да, просто мы со своей стороны работали, мы работали с Общирским динамированным фронтом, да, в этом отношении с управляющими компаниями, чтобы в домах, в подъездах стояли эти контейнеры для опасных отходов для населения. И стала ситуация меняться, стало двигаться все хоть в каком-то направлении. — А вот если вернуться вот к принципу раздельного сбора отходов, вот смотрите, вы проводите акции туда, люди приезжают из других районов города откуда-то, да, привозят все. А вот почему этот опыт как-то вот в нормальную жизнь никак войти не может? Ведь везде же вроде бы стоят эти контейнеры, да? — Чтобы не ехать никуда? — Да, но чтобы не ехать к дворцу молодежи, да, вот в какой-то определенный день, что просто вышел, у тебя тоже стоят вот они вот для этого, для этого, они стоят. Ну, любой из них откроешь, там свалено все подряд. — В общем, да, это такая некая... — Ну вот не происходит-то. Есть же желающие, как бы, вот вроде все понятно уже, да? Есть желающие перерабатывать. — Вы правы, насчет желающих мы провели опрос среди вот как раз тех аудиторий, которые нас поддерживают. В общем-то, и те, кто не поддерживает, 67% готовы сортировать, если будет инфраструктура. То есть это так-то очень большой процент. И не нужно говорить, тут мне сейчас говорят, что люди не готовы. Нет, на самом деле это не так, они готовы. Инфраструктура, чтобы создать. Были шаги предприняты в свое время, да? В 2010 году все это помнят. — Вы имеете в виду баки? — Да, да, да. — Да, да. — Соответственно, на мой взгляд, почему эта история немножко провалилась, потому что не было должного внимания уделено информационной работы с населением. То есть администрация, условно говоря, там сверху спустили, что давайте будем делать этот САХ, решил делать. Причем они ждали, что, видимо, ждали, на мой взгляд, да? То есть это гипотеза, опять же, что там с населением будет работать администрация, администрация думала, что с населением будет работать САХ, в результате с населением никто не работал. — Вдруг на друга посмотрели, никто не поработал. — Да, а потом, а на глазах у населения что происходит? То есть приезжает машина одна, и все, что в разных баках загружают в одну машину, и куда-то увозится. — Нет, я опровергну. Вот те баки, которые рядом с домом, где мы живем, все-таки отдельно. Отдельные машины приезжают. — Я просто хочу прокомментировать, что с точки зрения логистики это правильно. В одну машину, допустим, свалить макулатуру и стекло, а потом на базе это все разобрать, потому что они все равно кучами свалены. Это нормально, чтобы не ездить каждый раз за отдельной фракцией. Но люди это не понимают. То есть как бы им-то не было объяснено, почему так делается. И у людей просто доверие начало падать, что вообще ничего не происходит. А потом вообще перестали вывозить какое-то время, и люди видят, что там переполнено, все снегом завалено, и никто ничего не вывозит. — Ну и плюс, соответственно, люди просто эти баки стали использовать под то, что удобно. — Информационная работа с населением — это самое главное. А кто поставщики-то вторсырья? Естественно, население. С ними нужно было работать. Причем мы, со своей стороны, выходили на руководство уже несколько раз, предлагали... — Руководство городом? — Нет, руководство САХ, соответственно, предлагали свои услуги, чтобы мы работали с населением, а они занимались именно вывозом. Но не идет на контакт руководство никак. — Не получается пока, да? — Ну, просто после проблемы с полигоном в Осинцах все любые активисты для них — это, ну... — Недоверие возникло после истории с Осинцами. — Самое злейшее. Недругие. — Сложно, да, отношение такое. Вот. Поэтому я считаю, что история может, как бы сказать, реанимироваться, да, быть реанимированной. — Ну, пока еще, вроде бы, материальная эта база осталась. — Просто нужен, чтобы начался диалог у САХа с населением, потому что вот мы, как бы я говорю от себя, да, что люди готовы сортировать. Это, опять же, гипотеза, которую мы вроде как проверили. Но мы не знаем, что у людей в головах, какая информация им нужна. То есть у меня информация, что нужно обязательно там ввести информационную работу, какие-то таблички, там, мастер-классы и так далее. Но это тоже, опять же, моя гипотеза. Нужно просто сесть за круглый стол и там, или провести какой-то опрос. — Скорее всего, оказывается, что все нужно. И это, и это, и это. То есть все варианты информирования. — В общем, должен начаться диалог. А диалог этот должен выступать инициатором диалога. Компания, которая, собственно, владеет этими бычками. Вот я так считаю. — У нас сейчас реклама будет. Мы продолжим через минуту-полторы. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Сегодня в России отмечается День эколога. И специально приурочили мы нашу тему сегодняшнюю к этому дню. И пригласили соответствующих гостей. Анастасия Скурихина, руководитель фонда развития территории земля-жизни. И координатор проектов по озеленению данного фонда Светлана Кекина. Идем дальше. Нагнетаем, нагнетаем в массы. Информацию выбрасываем. — Тут как раз говорили сейчас о раздельном сборе, в том числе. А вопрос переработки-то как-то обдумывается? — Конечно, да. У нас, к сожалению, в области не так много в целом переработки. Если говорить именно о переработке, а не закупе в торсе. — Она, в принципе, есть у нас переработка? — А, она у нас есть. Ну, например, у нас есть ребята, которые делают полимер-песчаную плитку. То есть они смешивают бетон там и пластик и делают. — Она, кстати, недорогая получается. Вполне себе эстетичная и належная. — Да, есть. Это, опять же, небольшой объем. Есть ребята, которые делают эковату, это утеплитель, да, из газет. Есть ребята, которые делают туалетную бумагу из макулатуры. Ну, это такие очень маленькие локальные точечные примеры, да. То есть, конечно, небольшой инвестиционный завод. Конечно, я мечтаю, чтобы в нашем регионе появился завод bottle-to-bottle, да, по принципу. То есть из бутылки в бутылку, когда мы берем PET. Вот есть у нас единственный завод в России Пларус в Москве, Солнечногорске стоит. Прекрасная история, когда из бутылок крошат, потом снова переплавляют, снова в бутылку в PET. Ну, это, конечно, инвестиции, конечно, это, ну, то есть разговор там совсем на других уровнях. — Я так полагаю, миллиарды рублей, наверное. — Вот. Но, по крайней мере, там, условно говоря, если бы у нас тут здесь был, то уральский регион там как-то… — Мы бы обеспечивали. — Да, вот. Соответственно, мы пытаемся на своем уровне решить вопрос локальным. Локальным образом. Совсем недавно, условно говоря, небольшой был грантик на создание оборудования по переработке пластика. И вот мы сейчас как раз тестируем его. То есть у нас есть некие чертежи для сборки экструдера, шредера. То есть шредер, который мельчит, экструдер, который плавит в нитку. И сейчас мы как раз тестируем, что можно из этой нитки делать. То есть там из ПЭТа можно делать одно, потому что у нее одна там характеристика, условно говоря, да, вязкости, тягучести. Из полипропилена другое, полистирол третий и так далее. Вот. И это, возможно, помогло бы решить вопрос, как мы считаем, решение утилизации отходов пластиковых на месте их образования. — То есть это как бы такой небольшой комплект оборудования, который с небольшими объемами может решать на местном уровне эту проблему. — Да, потому что если говорить про большие инвестиции, опять же, скажем, про большой объем вторсырья, то это нужны, опять же, большие экструдеры, большие шредеры, и это все опять деньги-деньги-деньги. А если мы говорим про какой-то район, где-нибудь, не знаю, там, северный район нашей области, где даже, допустим, полигона сейчас нет официально, да, и у них мусор некуда вывозить. Так вот такой вопрос был бы решением проблемы мусора. — Частично, по крайней мере. — Ну, частично, по крайней мере. — Связан с полиэтиленом. — Да, 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 связан с пластиковыми отходами. — Вот, и мы, как бы, вот сейчас на этом этапе. Дальше. Из планов сейчас на нас вышло руководство нашего Сбербанка Ливгина Третьяк, да, заместитель управляющего, вот, с предложением, с просьбой помочь с организацией раздельного сбора мусора именно во всех отделениях Сбербанка. — На территории области? — Да, на территории области. — То есть это внутри отделений? — Внутри отделений. — Ну, такая корпоративная штука. — Да, да, чтобы можно было. И я понимаю, что, как бы, руководство такой большой структуры, оно понимает сейчас, поняло необходимость быть экологичными. И это, на самом деле, очень восхищает, что у нас есть структуры корпоративные большие, которые об этом начинают задумываться и уже делают реальные шаги по изменению ситуации. И других к этому и приглашаем. — А поясните, что такое вообще раздельный сбор мусора именно в конкретной организации? — Да, то есть мы как раз… — Мы сейчас как раз прорабатываем разные вопросы установки контейнеров, чтобы понять, вернее, наоборот. То есть мы установим контейнеры, но прежде этого мы как раз сейчас пытаемся понять, я там, да, с командой, сколько и какого вторсы реобразуются вообще в целом. То есть мы ведем некие подсчеты, исследования сейчас в данный момент. — То есть исследования, мониторики. — Да, мы мониторим. — Сейчас пытаюсь понять, а что там? Ну, Сбербанк что из себя делает на работе? — Ну, там, во-первых, это, конечно, бумага. — Они принимают пищу там. — Конечно. То есть, ну, это обычная… — Бумагу производят. — Да, у офисов, где… — Перерабатывают, скажем так, бумагу, да. — Да, где люди кушают, где люди находятся целый день на работе, работают, да, то есть какие-то документы печатают. — То есть там, соответственно, возникает и пластик, потому что сейчас все у нас в пластике, все нет, да, да. — Соответственно, бумага возникает. — Упаковка, стекло. — Да, да, да. — Как у людей все получается. — Как у людей у них отражается. — Задача, собственно, как раз проверить, сколько чего получается. Эти цифры мы берем в мусорном ведре, вот я лично. — Это впервые у вас такая мусорная ведра в Сбербанке пока? — Да. — Ясно. Первый такой опыт у вас будет? — Да, это будет большой первый опыт. Ну, у нас, скажем так, было сотрудничество, вернее, как было, оно и продолжается. Имеется в виду, что мы совместно с нашим опорным вузом делали там, участвовали в фестивале науки. И после этого Сергей Валерьевич Фомин, директор студии химии и экологии, выходил с инициативой сделать разделный сбор во всех отделениях, кафедрах и так далее. — Во всех зданиях. — Во всех зданиях нашего опорного вуза. — Да, опорного вуза. Соответственно, вот мы еще с ними тоже как-то консультируем их, как это можно сделать, как мы это видим. — То есть у вас такой опыт тоже нарабатывается? — Ну, потому что мы уже полтора года этим занимаемся, как бы изо дня в день, можно так сказать. И мы уже, наверное, действительно больше других понимаем в регионе. — А вот этим людям, которые рядышком, им это неинтересно? — Администрация? — Скажем так. — Я пальцем сейчас показываю на администрацию областную. — Скажем так, мы действуем по запросу. То есть вот нас что-то просят делать, мы идем и делаем. Сами не навязываемся, потому что зачем? Оттуда пока запросов не было. — А городские власти? — Ну, скажем так, меня включили в рабочую группу по раздельному сбору. И у нас были совещания пару раз в прошлом году. — Что такое рабочая группа по раздельному сбору? Чем она вообще занимается? — Хороший вопрос. Да, я там была на двух совещаниях, условно говоря. Ну, городская администрация задумывалась в прошлом году, по крайней мере, именно по внедрению раздельного сбора в городе. И совещались, собирались вроде как бы это сделать. — То есть они не у себя, а именно в городе? — Именно в городе, да. То есть как внедрить. Ну, пока не сильно с мертвой точки сдвинулось еще, скажем так. — А у нас сейчас вообще, в принципе, в городе есть какая-то постоянно действующая площадка, куда можно и какие-то вредные отходы принести? — Мне бы не хотелось говорить про гуприд, потому что они и так там на себя, условно говоря, берут какую-то... — Ну, это известно. — Ну, вот сейчас недавно в магазинах, по-моему, «Кристалл Электро» поставили... — Ну, именно они, да, тоже попали в эту программу? — Да, поставили для ламп. Да, для ламп по батарейкам не скажу, потому что было. Ну, скорее всего, да, прикрыли сейчас из-за того, что Челябинск не принимает. Вопрос, большой вопрос пока. Всем рекомендую, вот на все спрашивают, я рекомендую пока всем накапливать у себя где-то дома в пластиковой таре, главное крышечкой закрывать батарейки. — Батарейки. — И когда вот начнется, наконец-то, прием в мегаполис ресурси в Челябинске, то мы тоже всем кинем крыш, что все начинаем принимать, ребята. — Доставайте баночки из углов. — Да, доставайте, будем принимать. Вот, ну, и хотелось бы сказать, конечно, про наши эко-фестивали и про вообще мероприятия в целях экопросвещения, потому что все-таки это очень немаловажная история, когда мы два года подряд проводили фестиваль «Альтернативная реальность», который, допустим, в 2016 году там был тысяча человек, а в этом году уже было 20 дней, там несколько тысяч человек приняло участие. Это все-таки очень сильно работает в плане изменения сознания людей. Люди просто приходят и видят, что можно жить по-другому. И это самый главный результат, когда люди начинают жить по-другому. Они не просто знакомятся, они еще и меняют свою жизнь. И последнее тоже было у нас мероприятие. Со «Спирбанком» мы проводили зеленый марафон, то есть они попросили нас помочь в организации. — 28 мая. — 28 мая был на Центральной площади, да, прекрасный праздник. И опять же, да, то есть к слову о том, что корпоративная культура может быть экологичной и очень разумной. Придумали совместную акцию «Меняем эмакулатурные деревья». Они очень большие молодцы, они очень сильно это пропиарили по городу. И была просто очередь из людей, которые стояли с авоськами и ждали своей очереди, чтобы получить саженец. Ели сосны, либо рассады клубники, либо семена. И мы раздали тысячу, значит, саженцев деревьев, тысячу, две тысячи, прошу прощения, сеянцев клубники и двенадцать тысяч семян. — Угу. — Штучек семян? — Ну, мы, конечно, в пачках продавали, это я вам просто считаю. — Семена хойных каких-то? — Нет, семена были именно овощных и цветочной культуры однолетних. — Для садоводов? — Для садоводов, да. Собственно, была очередь. И это был настолько прекрасный праздник для людей, потому что люди реально подходили и спрашивали, что было, нужно бесплатно просто так вот принести бумагу и получить. — Ничего, что вы тут конкуренцию одному известному садоводу составляете? — Вы имеете в виду торговой какой-то сети? — Нет, мы имеем в виду Российский союз садоводов. — Ну, знаете, мне кажется, чем больше людей будет пропагандировать озеленение, и опять же, мы-то ведь двойную историю делали, то есть двух зайцев одним даром убили, то есть мы ему кулатуру собрали, да, и город озеленили руками людей. Поэтому, мне кажется, нет. — И этому одно другому не мешает. — Конечно. — Чем больше, тем лучше. — То есть здесь, да, чем больше будет таких активистов, тем лучше. — Тем более, как мы начали разговор, у нас пока еще вот маловато, да? — Буйных мало. — Да, буйных мало. — Поэтому чем больше происходит всяких мероприятий, тем лучше. — А подобные мероприятия еще планируются? — Да. — В плане именно с Сбербанком мы решили эту историю делать регулярно. — По обмену на саженцы? — Да-да-да, по обмену макулатуры на деревья. — Ну, это же такое сезонное мероприятие. — Ну, конечно, да, то есть это летняя история, либо летнее-осеннее-весеннее. — Но на самом деле на макулатуру можно иметь все что угодно, если зимой. То есть можно придумать какие-то констовары, полезные вещи, там, экологические, опять же, товары. — То есть принцип главный обмена, что ненужное приносишь, нужное уносишь. — Да, это самый главный принцип. — Лучше, конечно, намного так поступать, приносить макулатуру сюда, чем к мусорным бакам ее. — Выставлять, я имею в виду, книги какие-то интересные. Просто вот я когда вижу такие вещи... — Книги, мне кажется, надо вообще просто относиться. — Сердц крови объявили, что мы принимаем приносительно. Ну, господи, зачем их к мусорным бакам-то относить? — И сколько тогда вы собрали макулатуры? — Мы собрали вот где-то полторы тонны за несколько часов. Это прекрасный результат, что тоже со всего города люди ехали и привозили. И просили даже многие, можно мы там купим эту рассаду за деньги, и мы принципиально не продавали. То есть только за макулатуру. — А поясните, Анастасия, дальше макулатура собрана, она вот ее путь в дальнейшем? — Конечно, только в переработку. То есть мы отправляем людям, которые из этого делают конкретные вещи. То есть либо туалетную бумагу, либо ту же самую эковату, либо там дальше что-то еще. — Контейнеры для яиц. — Да, контейнеры для яиц, да. — Ну, вообще, техническая бумага, картон техническая бумага всегда с макулатурой раньше делали. — Это все наши ребята делают, да? Или за пределы региона отправляются все-таки? — Ну, конкретно эту партию мы отправили за пределы региона. А до этого, конечно, да, мы сотрудничаем и с нашими тоже. Потому что по зависимости есть. У них бывает, что заполненный объем, бывает, что им нужен объем. — Остается три минутки у нас до конца, может быть, летом. — Наступившим, черт возьми, летом. — Где ты его увидел? — Да. Какие-то общегородские, еще общезначимые вещи будете организовывать в ближайшее время? — Ну, вот 18-го числа мы сейчас продумаем вариант. День йоги будет, 18-го июня. — День йоги? — Да. На базе, кстати, тоже опорного вуза будет проходить это мероприятие на Орловской. Там у нас будет акция по раздельному сбору. 24-го числа будет акция как раз по раздельному сбору у Дворца молодежи нашего ежемесячного. Ну, а так вообще, в целом, по мероприятиям нужно следить за анонсами. У нас есть там в соцсетях все. — А вот как раз-таки наши слушатели звонят и спрашивают, чтобы вы подсказали координаты, куда обращаться. Конкретно про текстиль спрашивают. Вот тема про текстиль заинтересована. — Да, текстиль — это как раз то, что мы сейчас будем развивать очень активно, активно исследуем. Мы смотрим, сколько кто чего несет и считаем, пытаемся понять, как это будет все работать, модель. — Так, ну, во-первых, раз прямо в поисковике можете набрать фонд «Земля жизни», там можно узнать. Либо, если по текстилю, то «Вятка без мусора» прямо в поисковике можно набрать, у нас есть группа в соцсети, сразу выйдет. Либо Анастасия Скурихина точно так же ищется, да. Либо могу телефон продиктовать, если это, конечно, корректно. — Да, пожалуйста, корректно, почему нет? — 8-919-519-79-43. — Вот можете обращаться по вопросам, собственно, приема в торсе. — В частности текстиля, да? — Да, давайте еще. К озеленению-то все-таки еще вернемся. Так хочется, чтобы побольше было этих хороших красивых зон. Просто сейчас вот Светлана говорила, что еще такой зеленый уголок появится. Ну, давайте расскажем этот секрет. Или это не секрет, в общем-то, да? — Да, вообще, чем больше озеленения, тем лучше. Поэтому я желаю просто всем творчества. Творчества, креативности в озеленении своего двора. Начните с того, что рядом с вами. Балкон, подъезд и придомовая территория. То, что вас беспокоит. Около работы своей высадить цветы. Тоже будет хорошо. Можно из сада принести те же растения. И посадить будет прекрасный сад. Вяткосад. — Что касается уголка, про который мы, собственно, говорили. Это, опять же, сотрудничество со Сбербанком. Они дарят площадку спортивному городу на набережной Грина. И там есть такой один страшный, ужасный склон. Сухой, без земли, теневой. — Это вот с мостом-то тут рядышком, да? — Да, рядышком с мостом. — Недалеко от моста. — Да-да-да, недалеко от моста. И вот тоже я, насколько руководство Дубербанка восхищает, что они не просто хотят, условно говоря, сделать маленькую площадку и забыть на этом. Они хотят всю территорию благородить, и вот попросили нас помочь озеленить. — Вот он склонник как раз, да? — Чтобы он наконец-то позеленел. — Чтобы было красиво. Вот мы как раз думаем сейчас. — Это здорово, это здорово. — В общем, работа у вас очень-очень должна. — Можно? — Я просто передам слова Ирины Козловских, нашего самого классного эколога. Причем я считаю ее самой лучшей в стране, Ирина. Я респект. И первое, что Ирина говорит, перейдите на многоразовую тару для воды. То есть не покупайте воду в одноразовой посуде, а берите с собой многоразовые бутылки. А второе — сшите себе либо приобретите эко-сумку. То есть многоразовую. И, соответственно, не берите пакеты в магазинах уже. И третья рекомендация — устраивайте себе день без покупок. — Вообще без покупок. — Вообще без покупок. — Вообще без покупок. Потребляем, тем меньше отходов всего остального. — Логично. — Спасибо большое. Еще раз у вас сегодняшние даты. С Днем эколога Анастасии Стурикиной и Светланы Кекина. — С праздником и удачи вам. — Спасибо. — До свидания.